Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Очень часто вы задаете вопрос по поводу вот этой автоматики. Последняя ее модернизация произошла совершенно недавно. Я ее еще раз переделал. Сейчас это стал совершенно универсальный прибор. И в этом видео я хочу рассказать вам о возможностях автоматики и о том, как она устроена. Вначале расскажу, как ее можно использовать, а после этого расскажу о каждой функции в отдельности. Первое – это пивоварня. В пивоварне с помощью этой автоматики можно регулировать температуру температурных пауз, уменьшать мощность нагрева ТЭНа, так как мы говорим о пивоварне электрической, которая на ТЭНе. Уменьшать мощность нагрева надо для того, чтобы не подгорал солод на ТЭНе. И также можем управлять насосом, включать-выключать насос и контролировать скорость насоса. Следующий вариант использования – самогонный аппарат. В самогонном аппарате мы можем контролировать с помощью датчика термометра температуру в кубе, то есть температуру нагрева браги. И с помощью контроллера устанавливать нужную температуру. Допустим, устанавливать стабильную температуру для отбора голов. Также можем регулировать мощность ТЭНа, когда нам надо, допустим, уменьшить мощность. Мы уменьшаем мощность для того, чтобы, к примеру, не на полной мощности у нас отбор происходил, а на 50-60% мощности. Вот этот регулятор мощности, который я в данном случае использую, он показывает мощность именно в процентах. То есть показывает фактически напряжение в процентах, естественно. То есть 50% соответствует половине мощности ТЭНа. Также здесь есть второй термометр. Тут сменные щупы. Можно использовать вот такие вот щупы. Можно использовать такие щупы. Об этом щупе расскажу чуть позже. А вот эти вот щупы, они очень хорошо. Их можно инсталлировать как в сам куб с помощью герметичного вот такого вот ниппеля, так и инсталлировать в колонну. То есть первый термометр у нас меряет кубовую температуру, температуру в кубе, а второй термометр у нас может мерить температуру в колонне. Первый термометр подключен через контроллер, и с помощью него мы можем регулировать температуру нужную куба, то есть поддерживать температуру. Второй термометр чисто информационный. С помощью него мы можем... Здесь вот разъем стоит. Вообще на все запчасти, которые я использовал, в описании видео вы найдете ссылки. То есть собрать ее достаточно просто. Так вот, второй термометр ставим в колонну, или, допустим, ставим его под дефлегматор, если нам головы надо отбирать, или верхнюю часть колонны, в зависимости от того, что нам надо получить. И он сугубо информационный. То есть с помощью этого термометра мы просто видим температуру верхней части колонны. Третий вариант использования для приготовления колбас. Очень у многих есть электродуховки, но эти электродуховки не поддерживают или не точно держат температуру. Допустим, при приготовлении колбасы нам надо держать температуру 80 градусов. Так вот, электродуховки, которые не оснащены электроупровкой... микро... как это называется? Ну, в общем, точной регулировкой температуры, у них температура скачет. Там, где с помощью обычной крутилки, не кнопочками, а с помощью обычной крутилки устанавливается температура. Там температура скачет. И очень сложно поддерживать нужную температуру. В таком случае мы просто можем духовку подключить через этот контроллер, через эту автоматику. Термометр, который подключен через контроллер, просто помещаем в духовку и устанавливаем нужную нам температуру. Допустим, 80 градусов. Также можно использовать в духовке для приготовления, допустим, для растойки хлеба, когда нужна очень низкая температура, 30 градусов. С этим данный контроллер тоже справится. В таком случае второй термометр, который у нас информационный, мы можем использовать для контроля температуры внутри батона колбасы. То есть он действует, как обычный кулинарный щуп. Засовываете его в колбасу и готовите колбасу до нужной температуры приготовления. То есть в нашем случае, когда мы готовим вареные колбасы или сервелаты какие-нибудь, это 69-70 градусов. Отпадает необходимость во втором приборе. Четвертый вариант использования, в котором я ее использую, это автоматика для коптильни. Тот же самый эффект. С помощью этого термометра коптильня у меня с ТЭНом. С помощью этого датчика я этот датчик помещаю в саму коптильню и контролирую температуру в коптильне. Допустим, мне надо коптить мясо при температуре 40 градусов. Потом перехожу к горячему копчению. При горячем копчении, когда мне надо контролировать температуру внутри, мясо или колбасы, чтобы я не делал, я опять же использую второй информационный термометр. Теперь давайте о нюансах. Первый нюанс это вот этот ввод. Ввод совершенно герметичен. Я его проверил. То есть его можно врезать в дистилляционный куб как сбоку, так и сверху. Когда этот датчик зажимается, то есть если его зажать здесь ключом, он полностью герметичен, не протекает и никакие пары через него не проходят. Поэтому с помощью вот этого ввода можно совершенно спокойно датчик ввести. Это у меня крышка от пивоварни. Но также можно в крышку перегонного куба ввести датчик для того, чтобы контролировать температуру в кубе. Ссылка на сам вот этот вот-ввод находится в описании видео. Дальше я попробую объяснить, как это работает. Самый важный блок это блок управления ТЭНом. Блок управления нагревом. То есть в пивоварне, в самогонном аппарате, в духовке, в коптильне мы управляем ТЭНом. С помощью этого блока, который состоит из двух приборов. Контроллера с пидрегулированием РЕКС-C100. Ссылка будет в описании. И регулятора мощности на 10 кВт. Семисторный регулятор мощности. Вот так вот он работает. Работает, кстати, корректно. Тоже проверял. Показывает мощность в процентах. То есть можно было бы использовать и вот такой вот регулятор мощности с потенциометром. Но тогда надо было ставить отдельный вольтметр. А я вот такую вот фишечку нашел. И сейчас расскажу. То есть ссылки на это в описании. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, мы имеем сам пидрегулятор РЕКС-C100. Продается он сразу же в комплекте с твердотельным реле. Регулятор мощности и ТЭН. Регулятор С100 подключается к сети 220 вольт. Дальше. К регулятору подключается датчик температуры. Который мы вводим либо в куб, либо в духовку, куда нам надо. Далее от регулятора подключается твердотельное реле. Которое и управляет ТЭНом. Реле подключается к сети. Вот сюда вот. И на регулятор мощности. С регулятора мощности мы уже отбираем напряжение на ТЭН. Вот здесь вот, в этом месте, там где с РЕКС-100 идет управляющий сигнал на реле. Здесь низковольтовое управляющее напряжение. По-моему, 12 вольт. 12 вольт. Здесь можно поставить выключатель на разрыв, который будет отключать ТЭН в нужное вам время. Я так и сделал. Вот он. Вот этот выключатель. У меня отключает реле и, соответственно, отключает ТЭН. Само твердотельное реле достаточно сильно греется. Поэтому для него я заказал вот такой вот радиатор. То есть ссылку, где его купить в Украине, я оставлю в описании видео. А так, в принципе, если и в других государствах СНГ, скажем так, то на любом радиорынке продаются такие радиаторы. Использование его крайне желательно, потому что под нагрузкой реле очень сильно греется. Соответственно, с задней стороны я вывел все через вот такие вот кабельные вводы. И у меня выходят провода. Маркированный провод, к которому подключается ТЭН. И маркированный провод, к которому подключается термощуп ТЭНа, который взаимодействует с ТЭНом. Далее блок управления насосом циркуляции для пивоварни. Достаточно прост. Регулятор мощности с потенциометром. Регулятор мощности, который подключается к сети 220 вольт. Если у вас насос на 220 вольт, то больше ничего не надо. С регулятора мощности через выключатель отправляем напряжение прямо на насос. Это второй вот этот вот выход. Сюда подключается насос, циркуляционный насос автоматики. И когда мне его надо включать, я его включаю вот этим выключателем. И могу регулировать обороты этого насоса. То есть скорость перекачки сусла. Тут все просто как бы ссылки тоже на этот регулятор мощности с потенциометром. Он 2 киловаттный. Этого достаточно для любого, совершенно для любого насоса с головой. Если вдруг у вас 12 вольтовый насос, тогда надо сделать немножко по-другому. 220 вольт. Дальше понижающий трансформатор. Дальше регулятор мощности с потенциометром на 12 вольт. И дальше уже через выключатель на насос. Тоже очень просто. На регулятор мощности 12 вольт я оставлю тоже ссылочку в описании. А сам трансформатор, если он вам необходим, на любом радиорынке, в любом магазине радиодеталей, они продаются. Также вот эти вот разъемы тоже на покупку этих разъемов. Ссылка будет в описании видео. Это разъемы питания на провод. Стоит тоже копейки. Очень удобно ими пользоваться. Они универсальные у меня для всего. Вот разъем заглючил. В общем, работает хорошо. Бывают чудеса просто. И последняя фишка. Независимый термометр. То есть независимый термометр работает с любым датчиком К-типа. Все датчики у меня, кстати, К-типа. Тоже на датчике оставлю ссылочки в описании видео. Как работает этот термометр? Он на 12 вольт. Сеть 220 вольт. Дальше понижающий трансформатор на 12 вольт. Дальше термометр. Термометр. И дальше термометра идет провод уже на щуп. Вот на этот щуп, который контролирует температуру. Вот в результате у меня получилась такая достаточно универсальная штука. Которая, ну вот я же говорю, она у меня одна на все. Ну, духовка у меня сейчас уже такая, которая поддерживает низкие температуры. С кнопочным управлением, с микропроцессорным. Даже в ней внутри есть уже встроенный датчик щуп для вяса. Но у многих такой духовки нет. Если вы будете собирать автоматику, почему бы не собрать ее для всего? Также для коптильни то же самое. У меня в коптильне встроенная сама автоматика. Но можно использовать один блок, один прибор для всего. Но, конечно, основная задача этой автоматики. Просто у меня было для самогонного аппарата, для куба отдельный регулятор мощности. Для пивоварни отдельный я собирал. А в результате я собрал все в одном. И теперь я могу с помощью одного прибора, здесь, как видите, уже никакого раньше здесь стояло, здесь, здесь висело. Никакого загромождения нет. А с помощью одного прибора я варю пиво. Я делаю обычную дистилляцию. И я делаю ректификацию. То есть я в колонну уже не вставляю вот такие вот термометры. А пользуюсь вот этим вот вторым щупом. Вот такая вот, друзья, автоматика. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в описании. На все вопросы я отвечу. А, ну, кстати, на корпус тоже. Корпус, на корпус будет ссылочка в описании видео. То есть, ну, ссылка, где его купить в Украине. Я думаю, что в любой стране СНГ такой корпус можно найти. Просто смотрите размеры. В этот корпус все чудесно. То есть там не очень плотный монтаж. Все чудесно помещается. Поэтому просто смотрите размеры корпуса. Это обычный, ну, универсальный корпус. Продается он абсолютно везде. Ну, вот, друзья. Как бы все по поводу автоматики. Я надеюсь, что я ответил на все ваши вопросы. Но если остались дополнительные, опять же таки спрашивайте. Спасибо за внимание. Готовим для вас новые сыры, колбасы и алкоголь. Всего доброго. Пока.